Всем привет, друзья, с вами Ганзи, и хочу поздравить всех с наступившим Новым Годом. Надеюсь, вы хорошо провели время и встретили Новый Год, получили подарки и куча положительных эмоций. Ну а я, в свою очередь, хочу сказать, что в этом году нас ждет топ-контент с видео того крутого проекта, о котором я все время говорю и не перестану, так как вы его очень скоро увидите и оцените. А также много-много крутых и классных альтернативных сюжетов вы будете видеть на моем канале, так что обязательно те, кто еще не подписан, подписываемся, ставим лайк и колокольчик, чтобы не пропускать премьеры крутейших сюжетов. Все для вас, вы крутая аудитория. И вот, кстати, свиток почетов, в который попали чуваки, написавшие в прошлом видео больше всех комментариев, за что им отдельная благодарность. А это уже 12-я часть «Наруто. Повелитель огня» в новом 2020 году. Вы готовы? Тогда мы начинаем. «Наруто. Повелитель огня» 12-я часть. Погнали! Я суперэлитный ниндзя, и в любом случае когда-нибудь стану Хокагой, поэтому запомни хорошенько мое имя. Узумаки после победы над Рейзером в бою, который и минуты не продлился, тем более как проходил бой, так позорно Рейзер еще не проигрывал. Если он еще проигрывал, потому как по высокомерному характеру, можно подумать, что ему все сдавалось с рук. Его сожгли огнем, хоть и необычно, но все же огнем, той стихии, в которой у Феникса преимущество. Арина сменилась на церемониальный зал, в котором Узумаки появился в скверном настроении. Нет, не от того, что он не был рад победе. Да и какая же это победа, если враг оказался ничтожным? А такой бой был оскорблением для закаленного воина, который пережил немало битв и прошел не одну войну. Но в зал он явился не для этого. А тем временем в зале церемонии слышался голдеж. Да кто он такой? Одолел третьего сына клана Феникс, меньше чем за минуту. Он интересный малый. Да, да. Хм, не нравится мне это. Сначала он угрожал ладыке, а после разгром Феникса. Да кто он, черт возьми, такой? Все становится интереснее и интереснее. Интересны у него способности. Но все замолчали, когда в зале появился Узумаки. И тут же все взгляды устремились на него. Вместе с ним появился и жалко выглядевший Рейзор, настроение которого было еще сквернее, чем у Узумаки. Он позволил своему эго вскружить себе голову, за что и поплатился. Теперь он не то что ужасался силам Наруто, он даже лишний раз боялся и думать о нем. Узумаки стал для него ужасным кошмаром. А это его жажда крови, которая пробирала до костей и оставляла после себя неприятный осадок, так как именно на Феникса и была направлена аура смерти. Но Узумаки переборщил с ней и все остальные тоже почувствовали эту жажду. Но не в таких количествах ки, как Рейзор. Рад, что вы обратили на меня внимание. У меня к вам предупреждение. Если по чьей-либо вине Сацуки упадет хоть один волос, или я узнаю, что кто-то из вас пристает к моей девушке, то вы будете жалеть о том, что существуете. Повторю я еще раз. Сацуки было приятно, что ее защищают, но она и сама могла за себя постоять. Именно эти мысли и крутились у нее в голове. Но для Наруто она была больше, нежели девушкой. Она была его семьей. К тому же она та, кто не отнеслась к нему, как остальные. В отличие от остальных, она разглядела в нем что-то доброе. Да, в огненном демоне, как его прозвали, она нашла что-то доброе. Как она тогда сказала, на самом деле ты добрый, и просто из-за гнета остальных ты стал казаться тем, кем тебя и прозвали. Не слушай их. Ты живи для себя, а не для других. И не подстраивайся под них. Те ее слова он запомнил навсегда. Она была второй, кто приняла его таким, какой он есть. Надеюсь, вы умеете трезво оценивать ситуацию. Уточнил Узумаки, и вдобавок к эффекту его глаза, на некоторое мгновение сверкнули красным. Все были поражены этим заявлением со стороны Узумаки. Нет, они, конечно, не собирались язвить, но такой наглости они не ожидали. Но слово взял Сазекс. За грубость, конечно, извини, но не слишком ли ты много на себя берешь? Или это была угроза? Нет, я умею трезво оценивать свои способности, в отличие от некоторых. Он покосился на Рейзера, отчего тот сжался. Поэтому стал бы я заявлять об этом. И нет, всего лишь предупреждение. Сказал Узумаки, после чего подошел к Сацуке и взял ее на руки. И исчез в пространственном искажении. Все до сих пор были в прострации. Особенно Окульзный клуб. Ариас была счастлива и радостно улыбалась. Она не могла поверить своему счастью. Она избавилась от гнета Феникса. Но ей было немного жаль его. Так как хоть он и был мразью, но никто не заслуживает такой расправы. И по виду было видно, как тот разбит морально. И Сей же был просто рад, что его президент свободно атаков брака. И он начал понемногу переосмысливать свою жизнь. А правильно я жил до сего момента. Являясь извращенцем и думая лишь о грудях. Многого ли я мог достичь, не являясь тем, кем я был? До сего момента я лишь проживал свою жалкую жизнь впустую. Может мне стоит поменять цели в жизни и свои принципы? С моими целями и принципами я не смогу защитить свою семью. А кто для меня является семьей? Мама? Папа? Президент? Акина-сан? Ася-тян? И Юта? Решено. Я стану сильнее, чтобы суметь защитить всех дорогих мне людей. Ведь я уже чуть не лишился Аси и президента. Больше я такого не допущу. Значит, Узумаки Наруто, что же, я приму к сегодня твои слова. Мы не знаем твои истинные силы. А я уверен, что ты нам продемонстрировал и не половину своих способностей. Размышлял Сазекс. На следующей неделе. Всю неделю Хиота тренировался. Все интенсивнее и интенсивнее. От заката до рассвета. Он пообещал себе, что натренируется физически до той степени, пока не дойдет до того, чтобы его тело выдерживало крушительный баланс. Все время он вспоминал слова Узумаки, когда тот их тренировал. До игры на рейтинг. Что же, мы не будем идти вокруг да около. Скажу прямо. Твое тело слабо. Поэтому тренируйся физически. А иначе тебя разорвет от использования крушителя баланса. За 10 дней ты никак не успеешь подтянуться до нормы физического состояния, чтобы использовать крушитель баланса. Так как твое тело изначально слишком слабо. Он использовал эти слова как мотиватор для тренировок. Сегодня ему пришлось оторваться от тренировок, так как сегодня собрание окультного клуба проводилось у него дома. Из-за ежедневного дня уборки в старом корпусе академии, где и находился кабинет клуба окультных наук. Но эсэ радовало то, что на собрании будет присутствовать Узумаки. И он сможет помочь ему с расписанием тренировок. Так, проверим сколько контрактов было совершено за этот месяц. Начала Риас. У Акина 14. На ее слова брюнетка ухмыльнулась. У Конака 11. Накомата не обратила внимания на это. У Юта 9. На что блондин улыбнулся. У Аси 3. Блондинка на ее слова улыбнулась. Очень неплохой результат для новичка, отметила Риас. Ты молодец, обмоил словечко Юта. Поздравляю. Поздравила блондинку Акина. Неплохой результат для новичка, похвалила безэмоционально Канака. А у Исэ 0. Вновь взяла слово оловолосая принцесса. Простите, просто я занялся тренировками. И в этом месяце мне не хватило времени на контракты. С извиняющимся голос произнес Хёдо. Отчего остальные удивились. Что же, похвально. А теперь, хотела было начать Риас, но ее перебили. Йоу, обязательно нужно мое присутствие. Вы сами можете ведь разобраться со своими контрактами. Подал голос для селе молчавший Нару Томинатович. Сенсей. Дело в том, что я попросил у Риас, сэмпай, о том, чтобы вы присутствовали на нашем собрании. Я прошу, начните меня тренировать. Я осмыслил недавние события и пришел к этому выводу. Все удивились такой перемене парня. А Нару тоже подумав, ответил. Ради какой цели тебе нужна сила? И чего бы мне тебя обучать? Уже спросил Узумаки с ноткой язвительности. Мне нужна сила, чтобы защитить свою семью и тех, кто мне дорог. И я не могу допустить, чтобы кто-то из них пострадал. Ответил с уверенностью в голосе эсэй. А оккультный клуб начал ждать ответа Узумаки. Что же, достойная цель. Мне придется признать тебя учеником. Спасибо, сенсей. Я вас не подведу. Только можно вопрос? Почему при нашей первой тренировке у тебя было слабо сложено тело? Но вот твоя правая рука была нормально прокаченной. Спросил с недоумением Узумаки. Отчего-то всех послышались ехидные смешки. Ара-ра, Исейкун, неужели ты самоудовлетворялся? Спросил Ахимиджима, прикрыв рот своей тоненькой бархатной ручкой. Что? Нет, я просто люблю рисовать. Правда. Оправдывался Исей. Ясно. Ответил Наруто, будто все понял. Но тут послышался скрип двери. И в комнату вошла, по видимости, мать Иссея. Ребята, а вы не хотите печенье? Я тут альбом принесла. Сообщила мать Иссея, после чего ребята начали рассматривать альбом. А вот тут ему было пять лет. Ответила женщина, после чего показала в альбоме одну из фоток. Маленький Иссея. Маленький Иссея. Проговорила со странными огоньками в глазах. Из-за чего на нее недобро покосился Узумаки. У нее что, комплекс Иссея? Президент. Как я вас понимаю? Произнесла, что удивительно Асия. Из-за чего Узумаки теперь странно покосился на нее. И у нее? Но тут взор Узумаки предстал Юто. У которого в глазах читалось странные искорки ненависти и злости. В сочетании с неудовлетворенности. Такое может быть только при одном желании. И Узумаки очень хорошо его знал. Так как видел этот взгляд у себя. Взгляд, говорящий о жажде мести. Неужели он тоже? Произнеслось в мыслях у Узумаки. Иссея. Что ты видишь на этой картинке? Продолжение следует. Итак, если вам понравилась 12 часть этого сюжета по Наруто Повелитель Огня, поставьте свой лайк, подпишитесь на канал и тыкайте колокольчик. А также не забываем писать комментарии, ведь если вы больше всех комментариев напишите, то вы попадете в свиток почета на следующее видео. Ну а с вами был Ганзи. Наруто настолько Повелитель Огня, что всех с Новым Годом поздравляет. Вот так вот, ёп. Всем пока.